У меня в Курчатском институте, где я работал, хотя там со мной главный инженер Владимир Ветров был такой потрясающий парень. До сих пор ему уже 95 лет. Он пишет стихи просто фантастические. И вот отец его был главным по танковому вооружению во время войны. То есть ему поставили задачу танковые заводы в Сибири быстро соорудить в первые месяцы войны и начать производство танков стремительно. И вот его сеть за этим занимался. И вот Володя под его воспитанием таким жестким жил. И стихи, которые он написал, невозможно, я не мог мимо пройти. Песня называется «Наказ солдата». Я хочу говорить, я прошу дежды, Я один из солдат той великой войны, Чьими жертвами три поколения страны Не узнали всех ужасов новой войны. Я из тех, кто за родину кровь проливал по приказу. Вперед! Из окопов вставал, Кто бросался под танки со связкой гранат, Кто Москву отстоял и не сдал. Сталинград! Кто сразу защищая себя не жалел, Кто в подорванных танках под Курском горел, Кто в горящей машине, как факел живой, Направлял самолет на фашистский канунной, Кто в боях лобовых не боялся штыков, Кто в тылу, кто в саркетных атаках. Кто фашистов топил, кто в тылу у врага за шалоны крушил, Кто в боях лобовых не боялся штыков, Кто за друга в бою умереть был готов, Кто себя не щадил от победы на шаг, Кто поднял над Рейхстагом простреленный флаг. И я пришел предать мой последний привет вам Из тех обожженных пожаров и лет, Вам которым придется сегодня опять Нашу землю от тех же врагов защищать. Я хочу вам оставить последний наказ От бойцов, что погибли, Сражаясь за вас, если слово, друзья, Вы поманете в виду, Додержитесь, как мы, в сорок первом году. Раз уж снова, друзья, вы попали в беду, Додержитесь, как мы, в сорок первом году. Я спросил у Володи, Почему в сорок первом году? Может быть, это сорок треть, сорок второй? Не, не, не. Вот. А он говорит, Да дело в том, что, почему, Когда маршинга победы, Георгий Константинович и Жукова спросили, Какой период войны был самый тяжелый? Ваши триплеи. Он сказал, сорок первой, Когда фашисты попал Москвой. Вот поэтому здесь сорок первый год. В бинокль смотрели на нас, их маршинга. Да, да, да.